Сторонники Алексея Навального призвали провести очередную демонстрацию протеста в воскресенье 31 января в Москве в 12 часов и, что самое главное, они решили изменить точку сбора. Если традиционное место сбора оппозиционных сил было Пушкинской площадью, и это, кстати, место, которое было точкой сбора еще со времен диссидентского движения в СССР и потом во время перестройки, и потом, кстати говоря, когда уже против Ельцинского режима протестовали люди, то теперь предлагается собираться и вести протестную акцию в районе Лубянки и Старой площади, то есть в тех местах, где реально сосредоточена власть в России. Прежде всего, это администрация президента, которая сидит на Старой и Новой площади, ну и, конечно, Лубянка. Само старое здание Лубянки, кстати говоря, давно уже не является центром работы ФСБ, это скорее, так сказать, историческая локация, но вокруг действительно сосредоточены разного рода офисы Федеральной службы безопасности, то есть, иными словами, сбор в этих местах неминуемо провоцирует усиление конфликта. Да, команда Навального играет на обострение, играет на повышение ставок, и понятно, что они, возможно, что-то знают о том, какие расклады существуют в Кремле, как может власть отреагировать или что может случиться внутри власти. Это выступление, которое может закончиться либо кровопролитием, либо очень жестоким разгоном, либо, наоборот, если власть вдруг даст слабину, резким переломом ситуации. Во всяком случае, это значит, что ситуация идет по нарастающей, и она неминуемо обострится. Что остается делать Левому и вообще всем тем, кто, с одной стороны, категорически против этой власти, против ее произвола и беспредела, с другой стороны, скептически и критически относится к действиям Навального и к той части, по всей видимости, уже наших верхов, которые явно нацелились на то, чтобы как-то реконструировать режим под видом народного давления. Я думаю, что мы должны относиться к этому с крайней осторожностью и ни в коем случае не давать себя использовать в чужой игре. В то же самое время мы не можем прекращать протесты против этого режима. Независимо от того, что происходит в Москве, мне кажется, что самое главное – это акции протеста и демонстрации в регионах России. И эти акции, протеста и демонстрации мы должны стараться проводить по возможности самостоятельно, по возможности все-таки под нашими собственными лозунгами, красными флагами или, в крайней мере, под эгидой общедемократических коалиций. Успеем ли мы их создать в ближайшее время? Конечно, нет. Поэтому самое главное – чем бы не закончились события 31 января, это история, которая не закончится в течение двух-трех недель. Это борьба за судьбу России, которая продолжится независимо от исхода московской демонстрации. Мы должны быть готовы к организованной мобилизации, к объединению всех демократических и левых сил, причем не только чисто красных, но и тех, кто готов, в принципе, бороться за социальное государство, за реальные демократические изменения. И мы должны быть готовы к тому, что чем бы ни закончилась январская 31 числа демонстрация, дальнейшая мобилизация общественных сил необходима. Необходима для того, чтобы продолжать давить на эту власть, но стараться все-таки выйти из-под контроля навальницкого штаба и создавать собственные штабы. И мы должны быть готовы к тому, чтобы создавать автономно, независимо от навальницкого штаба, широкое общественное демократическое движение, которое будет бороться, повторяю, не только за гражданские права, но и за социальные интересы большинства населения. Самое главное наступит после 31 января. Субтитры создавал DimaTorzok